МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чистая вода. В Брагинском районе появилась станция без железования. Але у Рувер. Московский цирк приехал в областный центр с новой программой. А зараз об этом и иншим больше подробно. Выстава сельско-господачной техники, работа подворка, выстава дегустации селетней продукции и узнагородживание работников аграрного комплекса. Сегодня у Рейшицы прошло областное свято до Женки-2019. Кто в этом году отримал стушку пероможцы, ведут наши корреспонденты. Работы на палетках практически завершены, а тому можно подвести выники сельско-господарчего года. Собраны 692 тысячи тонн сбожжевых и зернебобовых культур. Значный уплыв на селетний ураджай оказала весеннелетняя спякота. А линия, глядяши на гэта, собрали на 11% больше леташнего. При этом в Мазарском районе ураджай зерневых появился у двоя. У Нараулянским – на 80%. Самая высокая ураджайность – амаль 30 центнерозгектара у Реческин районе. Погодные условия не позволяли. Мы 1 июля получили такой большой штормовый удар по нашим зерновым культурам. Но мы выстояли наши механизаторы, растеневоды, животноводы достойно справились с теми трудностями, которые были. Ну и будем продолжать нацелены на то, чтобы увеличить производство в следующем году. Селетняя Жнево вызнашала новые прозвища передовиков. У 188 экипажа намолот тысяча и больше тонн зерня. Два экипажа намолотили свыше 6000 тонн. При этом сирот экипажа у тысячников 23 – молодежные. Приходим к 7 утра, обслуживаем комбайны, продуваем, заправляемся, чистим. Ну и обычно, как погода позволяет, пока роса не ляжет. Может быть, и до 12 иногда получалось. Пераможцы по вытворчасти зерня селеты на Гомельшине вырышили не вызначать. Сирот господарок, лепший по гэтым показчику – Саугаз-комбинат «Зара» Мазырского района. Лепший старший комбайнер – Василь Коваль, загарок комбината «Холмич» Реческого района. Лидер сирот водителя по перевозце зерня – Владимир Бондаренко – Сксуп Велятин, что на Хойникшине. Что тычется в вытворчасти продукции «Живелогадоле» – тут пераможцы названы Мазырский район. По словам керавництва региона, особливых секретов по успеху нема. Необходно добросумленно працовать, не порушать технологии и добро доглядать за живелой. За ними надо уход и кормление. И у наших людей это получается, потому что они очень ответственно относятся к порученному участку. И, добавляя каждый год, позволяют себе наращивать и объемы производства, и объемы реализации. Это, прежде всего, их заработная плата. И сегодня с уверенностью можно сказать, что 1100 рублей, которые имеют в агропромышленном комплексе наши люди, аграрники, в сельском хозяйстве, позволяют нам еще делать такую задачу максимум, чтобы еще добиться лучших результатов. До удельников и гостей областных дожинок звернулся президент Беларуси Александр Лукашенко. У привитальном адресе слова «подяки» за досягнутые поспехи. Вы немало попрацовали и собрали годный ураджай. Гомельшина займает одно из ведущих мясов по выросшванию кукурузы. Молочная продукция мясовых заводов з'является беларуским брендам, які ведомы далека за межами краины. Областные дожинки – это не только подведение вымяков, але перш за все свято працовников везки. Добрый настрой имкнулися створить на кожным подворку. Демонстрации собранного ураджаю самобытными мясовыми абрадами и народными спевами. Немало, немало того, что и кахало. Сярудвынников селетней работы агропрамыслового комплекса Гомельской в области – рост вырушки на 2,5%. Предприемства Галины экспортовали продукции на 234 миллионы долларов. Это 103% до отповедного леташнего периода. Процаграриев – это залог харчовой безопасности, социальной стабильности и гарант добробыту. Специфика территории – это очень важная составляющая. И погодно-климатические условия, и бальной земли, конечно, накладывают определенный отпечаток. Поэтому Гомельщин – это трудолюбивые люди, очень ответственно относящиеся к делу. И для того, чтобы получить тот результат, который сопоставим с другими областями, еще раз повторюсь, надо работать в два раза больше. Поэтому у меня очень уважительное отношение к жителям, труженикам села, потому что это очень работящие люди, очень ответственны за свой порученный участок. И Гомельщина достаточно достойно держит свою марку. Гомельщин – это не аграрная область, это так на самом деле, если говорить о ВАЛ, в промышленности Гомельщину держат стабильно первое место в республике. Ну и очень стабильные, ровные результаты показывают население. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Тейлера до компании «Гомель» с Речицы. У Гомели названы прозвищи членов Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь 7-го скликанья. У ответственности с действующим законодавством их выборы пройшли тайным голосованием. Под обязанностью материалей наших корреспондентов. Совет Республики – опошняя инстанция на шляху проходжения законопроекта «Праспарламент». Свои особливые юридичные и экспертные фильтры, яки гарантуя максимальную якость будущих законов. А кроме того, гэта палата территориального представництва, члены якой выбираются депутатами Совета у депутатов, базового узровня. Обовязковая умова, кожный претендент на сенаторское кресло повинен поведомить программу своей будущей деятельности. Самое главное – это повышать услуги здравоохранения, образования, культуры, физической культуры. Это поддержка молодым семьям, многодетным семьям, семьям воспитывающих детей-инвалидов. И, безусловно, это пожилые, которым нужна наша поддержка, наше внимание. У Совете Республики Гомельскую область представить восемь человек. Падчас работы выборчага сходу агучываются персональные дадзіныя. Сярод пропануемых кандидатур – два депутаты областного совета, старшиня областной организации беларускага товарыства «Червонага крыжа» Алла Смоляк и директор Саугаса комбината «Зара» Олег Сленько. Один претендент, генеральный директор вытворчага объяднанья «Беларусь-нафта» Александр Ляхау, был членом Совета Республики по переднега скликанья. Сярод астатніх претендентов на посаду сенатора беларускага парламента начальник Гомельской мытни Феликс Яшкоу, галунный редактор Рагачовской газеты «Свободное слово» Андрей Шишкен, мастацкий керауник цирка имя Валерия Абеля Татьяна Абель, старшиня Гомельского областного объяднанья прауссоюзов Алексей Невераў, урачавтальмолах Гомельской областной специализованной клиничной больницы Уладимир Котович, кожныз их профессионал у своей сферы, доброведая досягненья и проблемы, які необходно выращать. Я часто посещаю районы, и больше всего проблем, я вот считаю, есть по доступности медицинской помощи сельского населения. Определенные предложения у меня есть, но, понятно, это надо будет решать совместно, более широко, вместе с здравоохранением и местными властями. Как заинтересовать молодых специалистов, чтобы они оставались все-таки на районах. Выбары членов Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь проводятся тайным голосованием. Выбранными личатся ты, хто отрымая больш за полову голосов депутатов, які приняли у дел у процедуры. У Гомельской областя гэты рубеж прайшли усе претенденты. Дарэчы, працаваць у Верхній Палаті Парламента яны будуць на громадской основе. Цель, безусловно, будет одна – работать напряженно, работать эффективно. И самое главное, чтобы вот эта работа, и, надеюсь, положительные результаты этой работы были направлены на решение тех вопросов жизненных, иных, которые возникают и в наших граждан, и, может быть, где-то в экономической производственной сфере. Олег Сюнцюров, Александр Гавейко, Валерий Гапанько. Телерадоя компания «Гомель». Завтра у Беларуси пройдусь шарговые промылинии мясовых органов улады. У Гомельским Абл выконками звороты грамадзян будзе праймать керавник справ Алена Клешковская. Нумар телефона у Гомеле – 33-12-37. Промылиния працует с 9 до 12 годин. У гэты шас на соведзе будзе першый наместник старшини Гомельского гар выконками Александр Сиваков. Нумар телефона промылинии – 33-09-59. Ключи от новых кватера отримали 60 шмадзетных семьев из Гомельского района. Тут активно выращается питание за обеспечение жильем гэты социальной категории. У доме 5 поверха сцены с трехслойных энергоэффективных панелев. Двух и трех покоевых кватеры по куль без издабления. Будовництво у поселку Большовик вялось с протягнением державных субсидий. Новоселья святкую семьи, які имели потребу по ляпшине жильевых умов и стояли у Чарзе. Просторно, много места. Мы ютимся в двух комнатах маленьких в общежитии. А вот здесь каждому по комнате хорошо, уютно. Уютно мы сами, конечно, сделаем, но все мне нравится. Пятси поверховка с новой серой Гомельского дома будовнейшего комбината. Головная первая система индивидуального отяпления. У каждой кватеры усталеваны уластный газовый котел. Это не ноу-хау. Такие дома у нас строятся повсеместно в республике и применили здесь. Возможно, для поселка Большовик это будет нечто новое, но мы старались, чтобы жители ощутили тепло и уют в этих квартирах. Дом побудованный у рекордный термин за 4 месяцы. На дворовой территории установлены дитяши плясовки и есть парковка. У кроковой доступности школа, дитяши сады и гандлёвые объекты. Чистопятная вода пришла у агрогородок Маложен Барахинского района. Тут побудовали новую станцию обезжелезования. И над салком автоматизованы различены на беспиропинную працу. При этом станция достаточно невеликая по мерам с гаража, но в этих могутностей хватает к обочищать около 500 кубометров воды в сутки. Внутри установлено очиное обсталевание и оно дозволяет снизить утримание железа в 10 разов. Станция обезжелезная работает полностью в автоматическом режиме. В автоматическом режиме понимают, что здесь нет обслуживающего персонала. Она полностью диспетеризирована и вся управляется из центрального офиса район-жилкомхоза. У Маложенеколя 500 же хороб и тани-будоунистство станции для их особливо острое. До ввода объекта пятная вода у Весы не отповедала санитарным нормам. У нас машины стиральные, приходилось постоянно покупать средства для того, чтобы не было накипи, вода была ржавая, ванны приходилось постоянно чистить, чистящими, такими хорошими, санексом, допустим. Ну и в чайнике постоянно накипь. Либо приходилось набирать воду в ведро, которое стояло долго, потом она отстаивалась. А для пятя мы вообще, допустим, ходили и брали в колодец. Все лето у Гомельской области продуглежено будоунистство 44-х станции обезжелезования. Это дозволит забеспешить чистой водой около 30 тысяч человек. При выборе объекта приоритет отдается населенным пунктам с наибольшей колькостью жухаро, так само тем, где наибольшие показчики по утриманию железа в воде. Опошний урожай в Осинском лесе. Грыбники региона в основном закрыли сезон тихого полевания. Але застались аматоры сдобыть грыб и в листопаде. На двор ее опошние дни дозволило. Хтости хвалится урожаем в социальных сетках, а хтости выращая показать усим свои грыбные знаходки. Вы знаете, из 10 из 20 может быть один нормальный, остальные все грыбы. Гамельшанин Эдуард Романькоу грыбник замаль 80-ти годовым стажем. На днях принес лесу опеньки такого померу, який за свой век николи не бачил. И он выращил, что не сфотографовать або снять на камеру такую из добычи. Потребовалось экспертное заключение и на оголо знака значности из находки. Развеяли сомнения, оценили выник тихого опалевания науковые сопротивники Гомельского института лесу. То, что мы видим сейчас, это плодовое тело только. А сам по себе гриб это более сложный организм, состоит из белого мицеля. Если вы посмотрите здесь, хорошо можно показать. Это в целом характерно для грибов. Предела роста у них нет. Ну, вот таких крупных опят тут даже понимаете, как не столько его высота, сколько диаметр ножки для меня. Вот я первый раз такую вижу. Раньше, пока был молодым, так я увлекался, занимался, бегал, собирал, ну, только для себя. Только для себя. А сейчас мне уже 84-й год. Забежал просто в лес подышать таким свежим воздухом, ободрить себя. Боровики большие есть, все это есть, а вот опять впервые я его встретил. Неординарные и незабытые у картины галереи Гаври Лавашенки открылась выстава витебского мостака Олега Прусова «Месяц Ай». Это опошний проект живописца, который он не успел завершить при жизни. С творчеством автора знакомилась Ганна Корольчук. Он прожил сегодня 26 лет, но покинул после себя великую творчую спадшину. Олег Прусов поспел створить около 200 живописных и графичных работ. Его полотна находятся в приватных коллекциях и галереях России, Дании, Швеции, Германии, Голландии. Есть он и в музее Марка Шагала в Витебске. На углу в своем родном городе Прусов стал легендой. В 19 годах он с Сябром створил творчую группу «Убикус», которая за 6 годов организовала 13 выстав. На их приходили сотни людей. Мы помним эти времена, когда молодежи практически невозможно было пробить. И вот два молодых человека, Олег Просов Виктор Лосьминский, они действительно для Витебска были таким прорывом. То есть появились какие-то новые темы, появилось такое влияние уже символизма, влияние шестидесятников. И Олег абсолютно символичный художник, художник-символист, наверное, даже где-то. Художник-романтик, художник-символист, с таким сложным внутренним миром, живущий в таком полунищенском советском бэграунде. У 92-м годзе Олег перемогал конкурсе Тротяковской галереи «Лепшая работа года». Выставу «Месяц Ай» моста крыхтовал еще у 96-м. Однако он не ожитявил этот проект. Отчувая, что смерть постигния горана, хлопит старанно творы у дапошних дзен. За слепоты писал с допомогой повеличального шкла. Однако хвороба и отсутность необходных леков оказались мацней. И восьпра с большим 20 годов со дня смерти Мастака Ягупляменник Станислав Прусов собрал разом великую коллекцию работ живописца и подарил житё гэта экспозиции. Миновито у Гомеля проставлены три картины, які были знайдены зусим недавно. У нас изначально в семье определенное количество картин хранилось. Потом подключили знакомых тех же Сидоренко Сергея Оксаны были работы. Потихоньку узнавали круг знакомства который был нам неизвестен. Таким образом некоторые работы нам давали возможность экспонировать поэтому брали ездили в Самару что-то приобретали даже потому что некоторые работы трех собственников сменили. То есть достаточно кропотливая работа была чтобы собрать эту коллекцию. На сегодняшний момент мы можем показывать причем в разных вариациях в каждом городе. У работах Олега Прусова нема идеальных линий персонажей. Это нечто интеллектуальное и складанное где каждая деталь мает свою каштовность. Полотны наполненные светлым смутком. Аура кожной картины быцем охинает агохтуная и позирая. Тые же эмоции выкликают верши и проза Мастака. Густава у Гомеля протягнется до первого Снежня. Потом отправится в Гродно и Минск. Ганна Корольчук и Гармарышченко телерадиокомпания Гомель. У Гомельским державным цирку стартовала новая программа с незвычайной, однако привабной назвой «Аллирувер». Глядаши сустрели гостей аншлага. Отказ отримали незабывные уражения от представления насыщенного яскравыми номерами. Артисты без страховки взлетали под самый купол, выступали с прирушенными дикими живелами, начать потребна с назвы. Отповедно тумачальному словнику «Аллирувер» гэта читань и переклад пьесы без подрыхтовки. Иншими словами импровизации. И она королева новой программы, а вот королем выступает мистер Трук. Такое сполучение дебанной подрыхтовки с экспромтом удалось в особице життя дякуючу керавнику программы Юлии Филатовой, представнице легендарной цирковой династии. Миновита Яна, прихильница классичного цирку, давала згоду на самые неверогодные задумки молодых артистов. Середню взрос у коллективе 25 годов. Я все номера вихожу в клоунском стиле, в клоунском образе и работаю все как клоун. Даже номера животными, даже если где-то акробатика, жонглирование и так далее. Люди в каждой стране, даже в каждом городе разные и приезжая в любое место, где ты начинаешь работать, нужно подстраиваться под публику. Очень яркие, громкие овации и, знаете, очень приятная отдача, это чувствуется, что бы мы ни делали, мы получаем обратную реакцию, и, конечно же, нам хочется показать еще больше, и у нас заряд эмоций сразу же, конечно же, возрастает. Труковый номер «Вальтиш с русской палкой» достатково новый, однако его скарбонка с узнагородами полная. Артисты покрыли жюри шматликих международных конкурсов у тем лику, что проходили у Италии и Кореи. Хотелось чего-то такого большего, хотелось больше амплитуды, больше какого-то развития. Я мечтал делать работать русской палкой. Соединил два жанра вальтишную акробатику и русскую палку в один жанр. И вот мы работаем смешанные два жанра. Ребята работают в номере все, скажем так, мастера спорта по акробатике или гимнастике и, скажем, имеют богатый спортивный опыт. А в цирке они недавно. Особные уваги заслужили четырехногие и птушины артысты московского цирка. В программе заденюшено 40% живельного света. Питоны, собаки, леопарды, мяцьведи, пони. Неполторный трук выконываются папугаи. Он называется люстра. Птушки поднимаются на обручы под купол цирка и в дюбе тримают еще один обруч с папугаем. Среди артыстов этого номера есть цирковые долгожихары, а вот самая молодая живел малпа Луи, соправданный импровизатор, от которого новодресировщики не ведают, чего ждать. Гастроли московского цирка Гомеля протягнутся до первого Снежня. Евгений Кухаронек, Андрей Иванов, телерадио компания Гомель. Это и другие новинки можете узнать на нашем сайте интернет по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.